Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Давай сегодня поговорим. Мы выставили с тобой программу Предназначение, выбор, Создание. О чём эта программа будет? Вот что должен или не должен мог бы увидеть, услышать человек сейчас из нашего общения, что помогло бы ему определиться, надо ему эта программа или нет? Кто-то, кстати, из смотрящих этот подкаст скажет. Реклама. Да, ребята, этот конкретно подкаст про курс предназначения выбор создания. Почему про него? Потому что сегодня просто тонны психологов приглашают на курс предназначения. Мы просто раскроем суть предназначения в психике. Что это такое? То есть, вообще в психике само слово предназначение или там дар, миссия и так далее, оно отсутствует. Но там присутствует нечто, что надо назвать своими словами. Вот это будет открытие для слушателей, потому что этого вы не найдете ни в одном психологическом, эзотерическом источнике. Но когда мы называем все вещи своими именами, то наступает прояснение сознания. Так что, блин? Ясность. Ясность такая. Так тогда зачем мне предназначение? И вообще, если посмотреть на исторические факты, на то, что происходило, то для многих просто это будет открытие другой планеты. Для многих это будет действительно, как мир рухнет. Мир рухнет. В чистом виде. Рухнет тот мир, в котором он привык жить. Ну, потому что если человеку сказать, что когда мы говорим о предназначении, мы выносим ответственность на Бога или того, кто назначал. Но по факту это ведь так. Да. Но в то же самое время мы же не готовы сказать, так нет же, Бога нет. Или там наоборот, Бог есть. И мы с вами сейчас бросимся поспорить на эту тему. И получается, начинается такое замыливание. Муть. Муть. Муть пошла. А суть от этого не прояснилась. А для того, чтобы прояснилась суть, надо все расставить на свои места. Это вот как в шкафу вытереть пыль. И все должно называться своими именами. И когда мы расставляем вот так все по своим полочкам, то вдруг оказывается все очень просто. Предназначение вдруг как таковое вроде как есть, но оно уходит на задний план, потому что сразу становится интересен выбор. А если есть предназначение, уже нет выбора. А когда нам уже интересен выбор, тогда мы снова встанем перед ясностью, внесением ясности, наведением порядка в своей голове. И там вот этот второй шаг, момент, когда осознается выбор, он тоже такой сумасшедший. А есть ли выбор? А из чего мы выбираем? Ну есть большинство людей не выбирают. Да практически все не выбирают. Потому что заведомо они имеют уже даже какое мороженое они купят в магазине. Да, на самом деле. И ждут предназначения, да, а это ведь родители, что скажут, вот у тебя способность такая. Или там в школе скажут, ты способен вот на это. И в большинстве случаев... Вообще это возможность быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком. Послушаем. Я хороший, я послушаю. Или непослушным. Да, я же иду по своему предназначению. Или я хулиган иду против всех. Но это ведь тоже про дисгармонию. И тоже, кстати, если даже хулиган, то это тоже могут говорить те же родители, вот ты такой там непослушный, или те же учителя. Это тоже опять-таки предназначение, вынос. Королевство Кривых Зеркал. вынос. Вообще, вот в этих зеркалах разобраться один раз для себя и откроешь половину образовательного процесса психологии. Можно будет за раз осознать то, что учащаясь на психолога, не осознаешь годами. А здесь становится все очевидно. Вообще, мне так нравится в этом королевстве кривых зеркал гулять. Если ты четко называешь вещи своими именами, если ты и чист, и искренен, то все зеркала вдруг становятся прозрачными, ты всегда видишь выход, ты всегда видишь свет. Если ты идешь с искажениями, с ложью, с попытками соврать, обмануть, обхитрить, выкрутиться и так далее, ты будешь биться головой об зеркала, биться, 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 и ты не найдешь выхода из этого королевства. И это удивительная штука, то есть, на самом деле, когда мы говорим о предназначении, мы говорим о кривизне. Когда мы говорим о выборе, мы говорим об остановке. А когда мы говорим о создании, мы говорим о чистоте. Но к этому надо прийти. и на этом курсе мы просто проведем по этой цепочке каждый шаг, чтобы человек все-таки осознавал. И мы видим в создании. И вот я знаю, что психотехническую базу мы взяли несложная, но при этом здесь очень сильное будет мозгокрутство у людей. Момент, когда все очень просто, так даже хочется что-то выкрутить, чтобы доказать себе. Я же получал важные знания, я же мастер, я же гуру. Вот это последняя фаза перед созданием, когда человек не может проститься с этим эзотерическим психологическим рюкзаком. И тянет, уже тужится, уже обкакался, а все равно тянет его на себе. Да, потом этот рюкзак называем кармой. Да. Так вот на курсе мы будем идти от мути к чистоте. Проведем, покажем, человек прочувствует и у него и останется в моменте здесь и сейчас в выборе мутить или очищать. Не мутить. Слушай, пока я говорила, вдруг такая вспышка опять ясности. Вот смотри, был Наполеон, ну, как пример, он там был неказист, и при этом ему надо было всему миру победить весь мир, на самом деле воевал-то с собой, победить весь мир для того, чтобы доказать, что он там достоин Джозефины, да, и закончил тем, что, по сути дела, и закрыл-то себя на острове, изолировал и был побежден самим собой своими боями, своей войной. и человек, человек, который изначально уже имел какой-то порог развития, он, как правило, как Наполеон, это имел уже по какому-то вот этому кармическому рюкзаку, и реально он его как тень нес на себе, это то, что мы на курсе будем разбирать, тужился, 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 уже обгадился, дальше некуда, а все равно этот теневой рюкзак тянул на себе, а вот осознать это все и завершить ума не хватило, проще было победить весь мир, чем остановиться и сказать, блин, давай я разберусь с собой, почему я неказиста. Теневой рюкзак, теневой, то есть иллюзию тени, как это, иллюзия рюкзака. Иллюзия рюкзака. Да, тяжести, круг за. Ну, психология предложит, давайте мы разберемся, что в этом рюкзаке. Груз. Груз, мы же тянем его. А изотерий сказал, давайте мы рассмотрим нашу карму, какая она тяжелая, весистая. Слушайте, давайте мы не будем тянуть говно. Давайте мы разберемся все-таки. Хотя, ты знаешь, вот опять, когда мы такое ляпаем, давайте заглянем, что такое персонификация человека и как формируется личность. при формировании иллюзии. Это будет еще одно открытие. И тут Коран не соврал, да? Ах, блин, столько всего интересного в психике. Необычайное путешествие, но на самом деле она великая и она огромная, как вот эта игра под названием «Жизнь». в ней можно играть во все. Вопрос, как ты будешь играть? Будешь ты играть в страдании, в зависти, в жадности, в злости, в агрессии, там, и-и-и-и-и. Либо ты будешь торчать от счастья, не от травы, а от счастья. Точно. Ты будешь просто кайфовать от жизни. Ты будешь просто наслаждаться отношениями, наслаждаться проявлением, наслаждаться... Вообще, что ты есть в этой жизни, что есть эта жизнь, что ты в ней. Да? И выбор за тобой. А что мешает этому? И через что это можно достичь? Вот именно эти состояния. Как в них прийти? Вот через этот «как» мы пойдем на курсе. Все просто, все настолько просто, что я просто... Я кайфую на самом деле от мысли, что мы во вторник проведем эту работу. Потому что она простая, но она настолько ум в порядок приводит. Вот просто расставляет каждую книжечку по своей полочке. Каждая извилинка становится на свое место. Это как? А так можно было? Да, так можно было. Он называется своими именами просто. Все своими именами. Это простой курс на самом деле. Без искажения, да. Простой курс, потому что, в принципе, человек осознанный, даже когда ему говоришь слово предназначение, он уже начинает ржать. Как? Мне кто-то что-то назначил, да? Таблетки от геморрога. Слышишь, этот курс, это как человеку вдруг зрение появляется. Прозрение. Прозрение. Это прозрение. Курс прозрение. Как слепому стать зрячим. Да, то есть это больше, конечно, для людей, которые хотят сказать себе стоп, перестать бежать, как белка в колесе, остановиться, задуматься, а куда же я бегу? Я уже полжизни пробежал, и до чего добегался-то? Может, я не туда бегу? И вот с этого момента начать уже осознанно двигаться к тому, что я хочу. Иметь в жизни. Именно иметь в жизни. Но это не по мановению волшебной палочкой. Это не прилетит волшебник в голубом вертолете. Это абсолютно осознанное движение к своему делу, к своему проявлению. Осознанное построение отношений, семьи. Осознанное создание здоровья, счастья и так далее. Это абсолютно разумный подход. Но это все начинается с того момента, как человек разбирается вот с этим вот, что он за собой волочет. И вообще отвечает себе на вопрос, а зачем-то я это волоку? И здесь на пути возникает очень много препятствий. И я сейчас скажу парадокс, но именно эти препятствия перекрывают глаза, уши, нос. Все перекрывают, человек становится глух, слеп и так далее. А волочет он за собой то, что он считает важным. Важные книги, важные знания, важных мастеров, важных учителей, важных, вот эти вот важности, он везет на себе, но именно эти важности и не дают ему двигаться вперед. И человек благодаря этим важностям, то есть он настолько на себя навалил мусора, что из-под мусора он уже не способен ни видеть, ни слышать, ни осознавать, ничего делать. То есть даже говорить такому человеку что-то не имеет смысла. Ну и думаешь, и шаг волочет, как в сказке вот этой, что у нас есть в книжке «Зайцевы сказки». Это какая из книг у нас, наверное, вторая заканчивается. А чем ты от ишака-то отличаешься? Всю жизнь возил, и шаг всю жизнь возил. И ты точно так же везешь вот этот воз. Тянет, да, и уже ничего не видит, не слышит, и тухнет, и превращается в прах. Вот она старость и смерть. И смерть. Наша слепота. А начинается все с выноса. И потом все равно. Лога, ответственности и так далее. И пошло. Мы тоже вынесем и внесем обратно. Обязательно сделаем это. У нас все будет весело, и чтобы пришло осознание. Чтобы пришло осознание. И более того, не просто пришло осознание, а будет момент, когда через тело прогоним. Да все-таки. Да все-таки. На чем сидим, товарищи? Может, мы-то на гвоздиках сидим? Может, имеется в смысле? Может, на цветочке, да? Сесть на травку. На травку, на цветочке. Куда приятнее будет, чем на гвоздиках-то. Ну, это хорошо еще сказано. На гвоздики. А кто его знает? Хорошо ли и то, и то? Ну, на самом деле, программа для начинающих. Для тех, кто вообще хочет познакомиться с собой. Для тех, даже скажу такую штуку, для тех, кто в психологию или эзотерику хочет внести что-то новое. Потому что там давно мутное болото затухшее. И сегодня только инфодайинг выдает те вещи, которые потом растаскиваются и выдаются типа «А-а! Я очень долго осознавала!» И пошел пересказ какого-то из роликов. Ребят, мы даже согласны с этим, что это будет растянуто. Но в любом случае это меняет сознание общества и нас это устраивает. То есть какая разница? Оно по-любому оживляет. Возвращает жизнь. Родниковая вода потекла в голову и вы начали смотреть на мир другими глазами. Мир стал чище. Мир стал счастливее. Мир наполняется жизнью, интересом и любовью. Ну, то будет так. Какая разница, через что это произойдет? Поэтому вот эта программа, эта программа абсолютно на широкую аудиторию. Опять-таки, стоит она недорого. Много времени она не занимает. Она будет очень спрессованная. Сможете потом смотреть на видео по частям, то есть каждую часть в отдельности. А у нас здесь, вы видите, три шага. То есть есть предназначение, разборка с этим. Потом выбор, конкретизация. Так куда идем, товарищи? И из чего мы, в принципе, можем выбирать? Ведь если мы говорим о выборе, то мы говорим уже о витрине. О достаточно очень конкретных и ограниченных вещах. Очень ограниченных. И мы идем в создание. Вот когда мы говорим про создание, мы говорим про бесконечность. И вот эта бесконечность касается и продолжительности жизни в том числе. И старости в том числе. И здесь открывается невероятная возможность. Но опять-таки, для этого надо хотя бы чуть-чуть-чуть-чуть позволить видеть мир иначе. Это управление восприятием. Поэтому мы как раз по трем ключевым точкам проведем. Башку зашатает. Потом вы еще недельки-две будете приходить в себя. И потом добро пожаловать в другую жизнь. В здоровую. В здоровую. В чистую. Если интересно, приходите. Завтра в 19 часов начинается курс. Предназначение. Выбор. Создание. В записи он останется только у участников. Его нельзя будет потом докупить. Это наше условие для того, чтобы это все было целостно и своевременно. Ну, потому что будут и наши шалости. Мы же не можем не шалить на курс. Так, до встречи, друзья. До встречи. Подключение с платформы Subrition.com Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok